Глядя на слаженность этого коллектива, сложно представить, сколько за эти 30 лет было репетиций ежедневного кропотливого труда, чтобы вот так ярко, живо и задорно, с легкостью и изяществом со сцены лилась нарядная казачья песня. Улыбки, одобрения и благодарности не сходили с лиц. Зрители в такт песням подпевали и активно поддерживали артистов хора. Детей было не удержать выражение эмоций. Поздравить юбиляров пришли друзья и поклонники. Море цветов, добрых слов и подарков. От головы Анапы Сергея Сергеева очень нужный инструмент баян. С одной стороны много. Большая часть жизненного пути пройдена коллективом. А с другой стороны 30 лет. 30 лет возраст молодости, задора. Но уже есть огромный опыт, огромная любовь поклонников. И уверена, впереди еще масса, много творческих планов. От главы курорта юбилярам вручили почетные грамоты. С подарками пришли депутат Законодательного собрания края Николай Иванюшкин и атаман районного казачества Валерий Плотников. Руководителя легендарного хора Анатолия Трошевича казаки наградили медалью. Я окажусь этими людьми за то, что они нашу казачью культуру несут в массы. Их песни с характером, с юмором, с тонкой живой стрункой, с любовью. И эту любовь зрители чувствуют и уносят с собой с концерта. Такое удовольствие получили, такая радость на душе. Ну, в общем, хороший концерт, отличный концерт. Я в Анапе в гостях и скоро собираюсь домой. И мне на последнее, перед тем, как уехать, доставило такое большое удовольствие побывать на этом хоре. Я давно о нем слышала и слышала его по радио и по телевизору, но так, вживую, увидела его первый раз. Я многое, конечно, не поняла, потому что там по-казацки разговаривали, но мне очень понравился такой позитив. Семь лет на Кубани действует программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Анапский казачий хор выступил инициатором благотворительной акции по сбору средств на помощь одаренным детям Анапы. Зрители приняли в ней активное участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!